Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM В Кирове 13.07. Да, действительно, это программа «Особое мнение». У микрофона Владимир Сметанин. Приветствую вас. И сегодня я буду общаться с депутатом УЗС от фракции ЛДПР Георгием Лугининым. Георгий, добрый день. Добрый день. Я впервые, кстати, произношу ваше имя и фамилию в эфире. Вы человек в нашей студии новый, впервые и в особом мнении впервые. Хотелось бы сначала познакомить вас с нашими слушателями. Расскажите немножко о себе. Вы, я знаю, самый молодой парламентарий в УЗС. Вам 28 лет. Да, мне 28 лет. Да. Расскажите, где вы работаете? Какое у вас образование? Родился я в поселке Шабалино, Кировской области, 1 января 1989 года. Соответственно, учился там же в школе. После этого переехали в Киров с моими родителями. Здесь я закончил школу номер 20, после чего поступил в Политехнический институт, Вятский государственный университет на сегодняшний день, где учился по специальности машиностроения. Ну, так серьезная такая специальность. Да, да, да. На третьем курсе я уехал в Москву. Соответственно, там работал, а там же закончил образование. Вы закончили Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева, да? Все верно? Да, совершенно верно. По специальности экономист-менеджер. Да, вот так. И работаете в настоящее время? В настоящее время работаю на Вятском лыжном комбинате. Занимаюсь лесообеспечением данного предприятия. И в областной парламент вы прошли по избирательному округу. Это территориальная группа номер 9 от Котельнича. Да. Котельническая. У нас, кстати, присутствует традиционная форма на сайте хакерва.ру, для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю особого мнения. И вам, Георгий, поступил вопрос как раз-таки из Котельнича, Сергей Иванович. Так подписался наш слушатель. Он спрашивает, вы уже полгода как депутат. Почему до сих пор не работает ваше приемное в Котельническом районе? Отвечайте. Уважаемый Сергей Иванович, что хотел бы сказать по поводу приема. После моего избрания данные обращения были направлены в городскую администрацию и в администрацию Котельнического района, дабы согласовать график приема. Давайте я поясню, раз вы избирались от Котельнича, там местная власть должна вам предоставить помещение. Совершенно верно. Обеспечить условия для того, чтобы вы с избирателями общались. Да. Голову администрации Черемискина мне было отказано. Я поясню, я получил от него ответ, что на момент получения от меня обращения свободных помещений для предоставления приема депутата законодательного собрания их нет. А прямо в повещении администрации, в здании администрации должно быть это приемное? Да, да, да. Ну, в принципе, по большому счету, просто обязана администрация предоставить. Где? Это уже вопрос второй. Соответственно, Черемискин в этом случае нарушил закон о статусе депутата, потому что администрация обязана при это помещение предоставить. После чего мной было направлено обращение в прокуратуру. Данный вопрос находится на рассмотрении. Когда прокуратура должна дать свое видение? В самое ближайшее время, я думаю, что получу ответ. Что касается приема, я приглашаю в апреле месяце, на следующей неделе появится газета «Землевецкая» в Котельническом районе, где будет указано время, когда и где мы можем встретиться и принять обращение. То есть какая-то пока мобильная приемная ваша будет в Котельниче или что? Да, мы там осветим, где и как. Ну и по результатам деятельности в Котельническом районе мы это тоже покажем. На самом деле там порядка 25 обращений находится только на рассмотрении в прокуратуре, в министерство. Работу мы ведем. То есть вы намерены идти все-таки до конца, выбивая помещение для себя? Вы, кстати, единственный депутат в ОЗС, у которого нет приемной в том округе, от которого избирался. Известна вам, неизвестна ситуация? Не могу сказать. Что касается меня, ситуация вот такая, честно говоря, выпивающая. А по каким-то каналам уже поступают вопросы именно оттуда из Котельнича? Да, у меня по Котельниче... То есть чувствуется необходимость в приемной? Конечно, чувствуется. У меня по Котельничу в Котельническом районе порядка 6 помощников, которые, в принципе, постоянно работают. Работает секретарь партии ЛДПР Владимир Володин, который тоже принимает обращения. Какие вопросы? Что за тема там фигурирует? Ну, острая тема ЖКХ. Ну, наверное, по ЖКХ больше всего обращений нет. Традиционные проблемы с отоплением, я знаю, в Котельниче непосредственно существуют. Тоже на это жалуются? На большие платежки, на большие суммы в квитанциях? Ну, согласен. Но есть еще такое интересное обращение, на которое тоже не получен на сегодняшний день ответ. Мы ведем там расследование по поводу предоставления детям-сиротам порядка 20 квартир с 2014 по 2016 год. В чем проблема? Проблема в том, что они там не живут. Квартиры предоставлены, а предоставлены они в 50-60 километрах от Котельнича. А, вот в чем проблема. Бюджет передал... То есть, по черту, на куличках где-то эти квартиры нашли? Бюджет выкупал эти квартиры по 770 тысяч. У двух предпринимателей, которые продали на баланс администрации, там стоят подписи административных лиц. И мы планируем это дело довести до конца расследования. Какая интересная история. У меня поступило порядка семи обращений от детей-сирот. Я с ними со всеми общался, встречался. И я думаю, что мы там правду найдем и доведем дело до конца. А эти ребята, они все-таки хотят жить в самом Котельниче, да? Поближе. Вы знаете, тут есть просто закон, что детям-сиротам обязаны предоставить. По большому счету, им не важно, где оно будет предоставлено. Важно, чтобы они там жили, чтобы эта программа была исполнена. И чтобы деньги были освоены правильно. Я предчувствую и подозреваю, вы видите тут какую-то, может, еще и противозаконную составляющую. Как это так? И я вижу в этом противозаконную составляющую. На таком расстоянии, с какими-то предпринимателями. Подозреваете, что возможно, что-то там не слишком чисто. Подозреваю, но на самом деле подозрение, это вопрос уже там условно не первый. Моя задача, чтобы те дети, которые оказались действительно немножко обижены судьбой, Совершеннолетние уже, да, ребята, соответственно. Да, хотелось бы, чтобы они все-таки эти квартиры получили и жили как нормальные люди. Давайте сейчас мы сделаем небольшую паузу, совсем на чуть-чуть уйдем из эфира. Я напомню, что это особое мнение Георгия Лугинина, депутата ОЗС. Вопросов много к Георгию, хочется узнать его позицию, его видение по поводу многих вопросов, в том числе актуальных, городских. Очень скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Особое мнение на 101FM. И это «Особое мнение» Георгия Лугинина, депутата ОЗС, фракции ЛДПР. Мы продолжаем. Во втором части дневного разворота сегодня мои коллеги Александр Арсохин и Светлана Занько говорили в том числе с представителем молодежного парламента Кировской области. Вы, кстати, по возрасту могли бы вполне себе попасть и в молодежный парламент, да, а не во взрослый. Вот интересное, конечно, разделение у нас. Молодежный парламент, взрослый парламент, полноценный. Давайте женский парламент сделаем, мужской парламент. Но это я так, шучу. Я хочу поинтересоваться все-таки у вас целесообразностью создания такого органа, как молодежный парламент. Тут последний созыв его создания прошло с таким резонансом. Ну, соглашусь, наверное, что скандалом это уж большим назвать нельзя. Хотя речь идет о том, что претенденты на место в молодежном парламенте, в том числе, писали эссе «Моя законотворческая инициатива», тема. И те ребята, которые не прошли в этот орган, позднее решили проверить на плагиат просто-напросто те эссе, которые представили победители. И у многих нашлись совпадения, в общем, с теми работами, которые просто выложены в свободном доступе в интернете. Ладно, все-таки целесообразность молодежного парламента, его существования. Ну, это не первый созыв. На сегодняшний день, насколько я помню, это, по-моему, пятый или четвертый созыв молодежного парламента. Скорее всего, четвертый все-таки, да? Я не уточнил вот этот вопрос. На самом деле, это институт правильный, я абсолютно поддерживаю. Молодежи надо давать платформу, давать возможность выступать. Это хорошо. Но, на самом деле, та форма избрания молодежного парламента на сегодняшний день, которая была предусмотрена уже нашим шестым созывом, она, на самом деле, мне кажется, слегка странной. А поясните, что за форма? В плане создается комиссия по отбору данных СССР, рассмотрению и так далее. Мне кажется, что та форма, которая была предусмотрена ранее, депутат делегирует туда своего представителя, чаще всего это помощники. Он сам несет уже прямую за него ответственность, прямо с ним взаимодействует, с этим парламентарем может готовить советы, ему готовят какие-то материалы. На сегодняшний день это прямая связь утерян. То есть есть ребята, которые туда попали, 54 человека, и им, мне кажется, будет в этом плане сложнее черпать тот полезный опыт, который мы могли бы напрямую получить. Подождите, я что-то не разобрался. Ведь анонсировалось и в этом тоже созыве молодежного парламента, что каждый депутат СССР сможет предложить. Конечно. Мною предложено было порядка трех человек туда. Предлагали? Прошли? Кто-то из них не попал? Не прошли. Что произошло? Отсеяли их по каким-то непонятным субъективным причинам? Не подошло СССР. То есть вы не отслеживали? Нет, я сказал, что ребята, вот вам материалы, пишите СССР, пожалуйста, вперед, работайте. Написали, не прошли. Что дальше с ними? Планируете делать? Помощниками. Помощниками. Вот есть такой вопрос, наделять или не наделять этой вещью. Молодежный парламент, как вы думаете, стоит? Я думаю, что наделять законодательной инициативой молодежный парламент не стоит. Потому что у них все-таки есть старшие товарищи, у которых данная инициатива есть. Просто в этом случае процесс создания законодательной инициативы, на самом деле, он ведь непростой. Я отдаленно представляю, сколько этапов нужно пройти. Да, да, очень глубоко в этот вопрос погрузиться, проработать. И я думаю, что с позиции молодежного парламента это будет лишь инструмент внесения этих законодательных инициатив, но ни в коем случае не их разработка. Нужно ли в молодежном парламенте придерживаться вот такого четкого, строгого разграничения? Так, это ребята от Единой России, эти от Справедливой России, это от ЛДПР. А вообще это есть? В молодежном парламенте? Я думаю, что смысла в этом никакого нет, потому что это лишь платформа для обсуждения, общения по интересам, взаимодействия с депутатами, с министерствами. Вот это, наверное, должна быть основная работа. То есть такая работа для того, чтобы набраться опыта, ведь по большому счету у нас, наверное, партия-то по одним и тем же принципам действует и существует, работают, да? Да. И вне зависимости от того, в какой ты политической организации, какой себя причисляешь, ты пройдешь те же ступени, одинаковые они. Почему потом во взрослом-то парламенте так вот получается, что нет, вот это свой, этот чужой? Ну, я бы не сказал, чтобы так до конца прям получается, да? Есть принципиальные вопросы для, например, партии власти, для Единой России, либо для оппозиции. На сегодняшний день мы видим, действительно, даже по вопросам голосования, когда депутат от оппозиции вносит законопроект, его оппозиция целиком поддерживает. Что касается Единой России, тут уже все обстоит немножко по-иному. Разграничение идет не на партии уже, там, справедливая Единая ЛДПР, там, так далее, а на оппозицию, там, и на... На неоппозицию. Да, и не оппозицию. Хорошо, оставим молодежный парламент в покое, посмотрим, как депутаты начнут работать, определяться с основными направлениями. Мы их, кстати, пригласим, в ближайшее время беседуем с ними. О городских делах с вами, Георгий, хочется поговорить. Одна из самых актуальных тем зимы и весны. Все мы прекрасно видим, что сейчас происходит на улицах, на дорогах, на тротуарах. Такая игра в островки, вот сейчас для пешеходов. Замочишь, ноги не замочишь, перепрыгиваешь с кочки на кочку. Администрация Кирова на днях выпустила постановление об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в нашем городе. Чего там только нету. И третий мост через Вятку, и западный обход, так называемый. И реконструкция дорог, и строительство дорог дублеров. Документ на 65 страницах, по-моему, располагается. Вот, знаете, некий скепсис по этому поводу рождается, по крайней мере, у меня. Мы долгие годы, долгое время жили вот в одних и тех же условиях. Ходили по тем же улицам. Они, ну, Воровского расширили, да, некогда, но, собственно, это единичный такой случай. В общем, ничего не менялось. И вот у вас есть осознание, такой прогноз, что все кардинально изменится. Благодаря этой программе, благодаря бюджетному, вот бюджета, простите, федеральной программе, безопасные, качественные дороги. Мы ведь туда хотим попасть-то и уже попали. Вот на ваш взгляд, хорошие перспективы в этом плане у нашего города? Ну, хотелось бы верить в лучшее, но на самом деле вы правильно сказали, что многие годы ничего не менялось. Я думаю, что в 2017 году тоже ничего не изменится. Вопрос очень простой. Почему? Мы видим, что не так давно подал в отставку наш ИО-министр транспорта. Машногорский. Да, Машногорский. То есть это говорит, наверное, о какой-то несогласованности в тех планах, которые были намечены на текущий сезон. Соответственно. Подождите, Георгий, прерву вас. Официальный комментарий при службе областного правительства это все-таки отпуск у ИО-транспорта-министра. Вот они так сказали. Он в отпуск ушел. Но уже есть люди известные, которые заявили, что он вряд ли вернется из этого отпуска. Ну, я тоже так же думаю. Ладно, проехали. Соответственно, администрация и города, и области столкнется на сегодняшний день с вопросом, кто возьмет на себя ответственность за результат, который мы должны увидеть уже в ближайшие месяцы. А в Кировской области сезон строительства дороги, ведь он очень невелик. Это 2, 3, 4 максимум месяца, когда их действительно можно делать. И такой объем работы, как они собираются проводить. Это что касается дороги на строительство. Дорог, инфраструктуру. Вам, кстати, известна эта ситуация, что с конкурс, прошедший, где была разыграна эта огромная сумма, у управления Федеральной монопольной службы были претензии, признаки заточенности, простым языком выражаясь, возникли. И вот недавно в нашем эфире начальник управления благоустройства и транспорта Вячеслав Семаков заявил, что в 20-х числах будут конкурсы проведены, что Дирекция Дорожного хозяйства устранила все недочеты, и все будет хорошо. Но, опять же, срок-то откладывается. Когда начнется в реальности ремонт, неизвестно. Вам известно? На сегодняшний день неизвестно. Неизвестно. Хорошо. Идем дальше. Ремонт дорог. Хотел бы отметить, что последнюю такую реплику. Кто бы ни делал наши дороги, на самом деле все будет зависеть от контроля проведенных работ. Если каждый метр, каждый сантиметр будут исследовать и проверять, то, наверное, результат будет. А если это будут делать, спустив рукава, то, наверное, будут делать дорогу, так сказать, на своем усмотрении. А кто именно проверять? Что за структуры? В первую очередь, первое должностное лицо с своим валютным решением показывать, как надо работать. Выйти и проконтролировать эти вопросы. Глава региона, вы имеете в виду? Ну, да. Чтобы он вышел и непосредственно посмотрел, как же укладывается асфальт, как укладываются бордюры и так далее. Ну, посмотрим все-таки, ремонт так или иначе должен начаться, и как поведут себя в том числе и чиновники, и общественные контролеры. Все это мы скоро увидим. Хочу перейти сейчас к законотворческой деятельности в рамках областного законодательного собрания. Ваш коллега по фракции Ольга Сыкчина и руководитель фракции «Справедливая Россия» Василий Сураев внесли законопроект о снижении довольствия областных и муниципальных чиновников. Там, в частности, идет речь о том, чтобы снизить должностные оклады на величину от 10 до 20%. Хотелось бы узнать эту судьбу данного законопроекта. Что сейчас с ним происходит и будут его депутаты рассматривать в конечном итоге? Данный законопроект был взят на доработку. Это было на комитете. Ольга Валерьевна его отозвала. Объясню, чем это было связано. К чему? Квитанции-то были. Да-да-да. Мы начали проработку данного законопроекта. Выезжали, проводились совещания с главными поселениями по данному вопросу. Ну, соответственно, были внесены от них предложения в Катеринском районе. Это проходило. Мы решили... Что за предложение-то? Что за коррективы? На самом деле, это касалось работы глав поселения, выхода их на пенсию. Законопроектом предусматривалось ограничение. То есть, законопроект предусматривает снижение вообще по всем чиновникам? Да. Да? Разных уровней? Совершенно верно. Что касается глав поселений, там предлагалось внести изменения, что они должны отработать порядка 20 лет. Для того, чтобы предусматривать на последующие льготы какие-то, да? Да, совершенно верно. Поэтому пошли на то, чтобы этот законопроект... Ну, слушайте, на местах-то, я знаю, у чиновников не такие уж и большие зарплаты. Что уж там урезать-то? А работы много. У того же главы поселения масса... У главы поселения... Десятки пунктов, которые они должны исполнять. Ну, как-то, наверное, не слишком корректно снижать у них зарплаты-то. Может быть, все-таки ограничиться верхушкой чиновников, нет? Мы это узнаем, я думаю, в самое ближайшее время, когда получим какие-то внесенные изменения в данный законопроект. Ну, вы не первый день, как говорится, в политике. Вы же прекрасно знаете, что когда партии, не единая Россия, имею в виду партии, выступают с инициативой урезать что-то у чиновников, это воспринимается как некий популизм. Опровергните или согласитесь с этим утверждением? Нет, это не популизм, это простая экономия бюджетных средств. А подсчитывали, сколько в реальности-то это принесет? В реальности я сейчас цифру эту не изучу, но цифра достаточно большая. Экономическое обоснование есть какое-то, да, у этой инициативы? И когда стоит рассчитывать на то, что все-таки законопроект попадет на рассмотрение депутатов? Думаю, что к следующему пленарному заседанию мы его доработаем. Следующее, то есть, соответственно, апрельское. Да. У нас сейчас будет традиционная для середины часа реклама, еще о законопроектах поговорим, последнее очень скоро. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101FM Продолжается «Особое мнение» Георгия Лугинина, депутата ОЗС, фракции ЛДПР. Меня зовут Владимир Сметанин. Напомню, что на сайте хакирова.ру есть форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю нашей студии. Я слежу за тем, будут ли поступать вопросы. Ну а между тем мы продолжаем. Еще об одном законопроекте хотелось бы вспомнить. Депутат Редькин еще в феврале этого года, Сергей Редькин, внес законопроект. Суть которого в том, чтобы запретить участие в губернаторских выборах самовыдвиженцам. Должны быть только кандидаты от партии. В пояснительной записке говорилось о том, что исключив самовыдвиженцев, мы уберем из предвыборной гонки каких-нибудь самозванцев, людей неопытных и так далее. По мнению автора законопроекта, только лишь прохождение через партию, выдвижение от партии, это гарантирует то, что человек будет надежный, опытный и так далее. Вы согласны с этим утверждением? Что самовыдвиженцев нужно убирать с этого поля? На самом деле быть даже самовыдвиженцем не так просто, чтобы попасть на губернаторские выборы, пройти определенный фильтр, который в принципе из каких-то сомнительных самовыдвиженцев или тех кандидатов, которые являются так называемыми спойлерами, не так просто. Все это, наверное, должно быть понятно. Что касается инициативы Редькина, она на сегодняшний день находится в состоянии зарегистрирована, но законопроект этот не был вынесен на законодательное собрание. Насколько я помню, об этом стало известно в начале февраля, и говорилось о том, что законопроект будет рассматриваться в марте на пленарном заседании. Март уже позади, в повестке не было этого, повестка апрельского заседания пока еще не ясна. Но он в любом случае будет рассматриваться, да? Это вопрос депутата, он может находиться в состоянии регистрации, мне кажется, очень долгое время. А что касается глубины данного вопроса, мне кажется, цель данного законопроекта, помимо того, что указано в пояснительной записке, чтобы те кандидаты, которые выдвигаются от партии, не были выдвинуты, например, от каких-то структур, там, это же ОНФ. Ну, давайте скажем проще, вы за или против того, чтобы были самовыдвиженцы на губернаторских выборах? Вы же сами сказали, это не так-то просто. Это не так-то просто, да. Может быть, соответственно, не уделять этому внимания больше. Ну, вот есть у нас такой закон, что может быть самовыдвиженец, а на самом деле очень трудно это сделать. Кстати, в 2014 году ведь принимали закон-то. УЗС 5-го созыва самовыдвиженцев внедрял в эту предвыборную гонку. Вот так плавно мы переходим к теме выборов. Сейчас поговорим и на местном нашем уровне, на уровне региона, и на федеральном уровне о выборной кампании. Вот звучат периодически в последнее время мысли и слова о том, чтобы оппозиция выдвигала единого кандидата на предстоящих губернаторских выборах. Даже недавно лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявлял об этом, потом вроде как опровергал. Хотелось бы позицию вашу, Георгий, узнать. Позицию ЛДПР. Возможно ли единый кандидат на губернаторских выборах в Кировской области в сентябре этого года? Ну, тут в целом речь идет о консолидации усилий. То, о чем я говорил. Там оппозиция и правящая партия. Но тут есть один нюанс. Электорат ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», наверное, он достаточно разный. И будут ли члены КПРФ голосовать за идеологию ЛДПР. Тут можно получить, наоборот, противодействие от данной консолидации. И, может, и не увидим мы от этого определенного плюса. То есть вы говорите о том, что мы тем самым введем в замешательство и, может быть, даже в негодование избирателей. Конечно. Разная программа, разные идеологии, разная возрастная группа. То есть есть вопросы, тут много нюансов в плане такого кандидата. То есть получается, что единый кандидат – это вроде как такой красивый образ. А если копнуть глубже, то, собственно, способы реализации вот этого единого кандидата очень сложны. Ведь нужно думать, наверное, о том, как объединить, скорректировать друг с другом предвыборные программы разных партий. Ну, это уже технические моменты. Ну, так или иначе, кандидат на губернаторские выборы от ЛДПР в нашем регионе уже известен. Это прозвучало в нашем эфире. Кирилл Игоревич Черкасов. Совершенно верно. Да, пойдет на выборы. Уже предвыборная работа какая-то ведется? Конечно. Идет. Ну, те же самые элементарные встречи. Встречи, встречи, да, с людьми, обсуждения их проблем и решения, попытки решения, по крайней мере, их проблем. Хорошо. Хочется ваше узнать еще мнение о таком явлении, как праймерис Единой России. 8 апреля уже начинаются дебаты среди кандидатов в Кировскую городскую думу. Праймерис будет не только среди претендентов в гордуму, но и на пост главы региона. Пятерка, которая пройдет через праймерис, уже известна. Итак, праймерис, на ваш взгляд, насколько он важен, ценен, его суть? Все ли так, как говорят представители Единой России, что это очень так хорошо? Нет, в целом институт это достаточно правильно, это определенное соревнование. Выдвигается несколько кандидатов на то, чтобы победитель был заявлен как кандидат на соискание определенной должности. В целом, да, я абсолютно поддерживаю. Дьявол в мелочах? Да, 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 тему праймериса, но, как я сказал раньше, есть определенный нюанс. Если рассматривать праймерис, в котором участвует губернатор, то там получается... Временные исполнивающие обязанности, все-таки уточнил. Да, 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 в рио-губернатор. То есть вы видите в этом некий... Я вижу в этом отсутствие праймериса, на самом деле, его сути соревнования. Некий такой подлог. Было бы интересно, конечно, если бы участвовал, например, Игорь Владимирович, Владимир Васильевич Быков или Варим Васильевич Крепостнов. Тогда да, это, конечно, праймерис. А когда у нас участвуют кандидатуры, которые не претендуют на данную... Откуда вы знаете, что не претендуют? Ну, это достаточно просто. Где-то была информация? Нет, общались лично. То есть ваше личное убеждение, что они не хотят быть губернатором. Возможно, хотят, но не будут. Вот они же представители Единой России, которые пойдут на этот праймерис, они же представляют каждую свою сферу. Медицина, ректор медуниверситета, сельское хозяйство, гражданские активисты, территориально-общественное самоуправление я имею в виду. И они ведь говорят о том, что они совместными усилиями будут разрабатывать некую программу развития региона. Каждый от своей сферы что-то будет предлагать. Хорошо. Пожелаем вам удачи в их правильном деле. Ну и, кстати, на днях Игорь Васильев заявил о том, что будет собирать предложения для программы развития Кировской области, будет встречаться с преподавателями, с представителями образования, здравоохранения, других сфер. Встречи первые там уже состоялись. Если бы у вас была возможность вынести свои предложения, то вы на что бы обратили внимание? Для программы развития нашего региона. Вопрос очень такой правильный, я за него благодарен. Я говорил о какой-то консолидации, объединении. Кирилла Игоревича Рекасова, я в этом поддерживаю. Он об этом тоже говорил. На примере Государственной Думы мы видим то, что там происходит. Как у нас рассматриваются те позиции, которые находятся сегодня в законодательном собрании. Как относятся к депутатам оппозиционных партий. Вы говорите сейчас, я сразу проще хочу сказать, об игнорировании оппозиции. Да, совершенно верно. Я бы коротко хотел рассказать о каких противодействиях нам приходится сталкиваться на местах действительно. Нет, мы все-таки, Георгий, мы все-таки заговорили о тех предложениях, которые вы бы внесли на рассмотрение временно исполняющему губернатору по развитию нашего региона. Сесть за стол переговоров и все-таки прийти к какой-то конструктивной позиции, о которой так часто говорит наш губернатор, в рюк губернатора, навести элементарный порядок. Да, наверное, это надо сделать. Это ваше главное, насколько я понимаю, предложение, да, и вообще в целом фракция о том, чтобы договариваться. 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 Хорошо. Вы упомянули о противодействиях. У нас времени не так много остается. Вкратце, что за противодействие-то у вас там? Вкратце я вначале говорил уже о том, что глава района Котельнического оказывает определенное противодействие. Ну, будем надеяться, что прокуратура разберется. Да, да, да. Прокуратура обязательно разберется. Что касается вопиющего факта. Недавно мы в ходе проработки вот этого законопроекта, который был ранее озвучен, Ольга Варилина, выезжали на совещание в сельскую дому, на которой глава думы... Куда именно? Это Макария. Макария. Недалеко. На которой глава думы заявил, что никаких депутатов в ЗАГС собрания он тут, условно говоря, не ждал. А вы что, без предупреждения туда нагрянули? Ну, в рамках своей депутатской деятельности мы можем без предупреждения находиться в любых местах. Ну, у вас есть такие полномочия, да, присутствуют в тех или иных местах, да. Есть такие, да, полномочия у депутатов. Вот, на сегодняшний день... Депутатской неприкосновенности, жалко, нету у наших региональных депутатов. Да, на сегодняшний день по данному вопросу написано также обращение в прокуратуру, чтобы разъяснить главе поселения закон о статусе депутата, который она здесь, опять же, нарушает. Потому что административная ответственность, да, наверное, грозит главе поселения за препятствием депутатским полномочиям. Хорошо, остается несколько минут, и я вас хочу, еще раз напомню, как самого молодого депутата, да, в ОЗС, спросить о том, какую активность в последние недели проявляет молодежь по всей стране. Сейчас буквально каждое воскресенье, да, каждую неделю проходят акции протеста. И, так сказать, умы, люди, политологи, уже много повидавшие на своем веку, активно обсуждают, что же такое случилось, почему же молодежь так активно пошла вот на эти протестные акции. Вашу позицию хотелось бы узнать. Ну, что касается молодежи, мне кажется, момент тут очень простой. Молодежь сегодня много времени проводит в интернете, смотрит различные там видеоролики с призывами и так далее. Наверное, это мотивирует их к участию там в каких-то мероприятиях или митингах. На самом деле... Официальные средства массовой информации, главным образом, телевидение, они как-то вот не освещают, да, те мероприятия и те идеи и мысли, которые есть в интернете присутствуют. Ну, молодежь, на самом деле, это как, наверное, лакмусовая бумажка отражает тот настрой, который там им предлагается. Они идут за призывом, выходят на улицы, да, может быть, в какой-то мере это существует. Но, на самом деле, я думаю, что молодежи нашу надо больше привлекать за этим спортом, какими-то такими вещами, чтобы они не утопали. Спортом? А не на протестные акции, чтобы выходили? Да-да-да. Можно же совмещать прекрасно. Можно и совмещать. Ведь, наверное, выход на акцию протеста, наверное, это, наверное, забота о будущем, чтобы что-то в стране-то менялось, в конце концов, в лучшую сторону, чтобы хотелось бы. А спортом можно в другое время позаниматься. Согласен. Я хотел бы по данному вопросу ответить кратко. Наверное, как в песне Цоя, перемен требует в наши сердца. Как и для молодежи, это актуально всегда. Хорошо. Завершаем мы на этом наше общение. Напомню, что это особое мнение Георгия Лугинина, депутата ОЗС. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо.